Это вечерняя новость с Кариной Джалдошевой и Майкином Батырбековым. На каргызско-таржикской границе обстановка стабильная. Новые члены правительства приняли присягу в парламенте. Избран бизнес-омбудсмен, мнение экспертов по этому поводу. Здравствуйте. Добрый вечер. Наиболее значимых событиях, произошедших за этот день, расскажем мы и наши коллеги. Ситуация на каргызско-таржикской границе в Баткенском районе стабильная. Об этом сообщили пограничные службы. Ведомстве подтвердили, что таржикская сторона действительно пыталась начать строительство дороги на неописанном участке границы. Органы местной власти провели работу с населением. Также проведена встреча погранпредставителей, после чего строительство дороги было остановлено. В настоящий момент обстановка в районе стабильная. Напомним, в селе Тамтумшук Баткенского района на каргызско-таржикской границе произошел конфликт между местными жителями и жителями села Ходжа-Аль-О. Уточняется, что в конфликте участвовало около ста человек. В Москве на площади около станции метро «Электрозаводская» произошла массовая драка, участниками которой были уроженцы Центральной Азии. По данным правоохранительных органов Москвы, многие из них находили в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, участники драки вышли из ресторана «Иссыкуля» одной компании. Но после этого что-то не поделили и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников. Тело погибшего уже увезли. Счетная палата в 2018 году провела 203 аудиторских мероприятий и выявила финансовые нарушения на более чем 2 миллиарда сомов, из которых возмещено чуть более миллиарда. Об этом сообщил председатель счетной палаты Улкбек Маримов. Наибольший объем финансовых нарушений среди госорганов происходит в мэрии Бишкека. В 2018 году аудиторы выявили нарушения в муниципалитете на 417 миллионов сомов. На втором месте стоит ОАО «Северэлектро» с нарушениями на 251 миллионов сомов. На третьем – Министерство транспорта, где выявлено нарушения на 242 миллиона сомов. Между тем, с начала этого года в Кыргызстане зафиксирован 61 случай незаконного ввоза ГСМ. Ущерб бюджету при этом составил 20 миллионов сомов. Накануне на пограничном пункте «Акселекавтодорожный» был остановлен груз с контрабандным товаром в тонну с лишним бензина. По словам специалистов, на Кыргызско-Казахском участке госграницы участились случаи перевоза ГСМ по недостоверным документам. И Государственная пограничная служба в связи с этим совместно с Налоговая служба и ГСБП проводят рейдовые мероприятия на местах. Однако в ходе проверки не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза горючего топлива. Как вы знаете, в последнее время в обществе широко распространяется информация о незаконном ввозе контрабанды, в том числе и ГСМ, на территорию Кыргызской Республики. Как представитель Государственной пограничной службы, я могу сказать, что на сегодняшний день Государственная пограничная служба Кыргызской Республики в рамках своей компетенции принимает все необходимые меры по недопущению незаконного ввоза товара, в том числе и ГСМ, на территории Кыргызской Республики. В Тонгском районе Високольской области чабаны до смерти забили волка. 15 июня примерно в 16.00 хищник напал на домашний скот. Трое чабанов забили волка камнями. Напомним, что в постановлении правительства о регулировании численности волка и шакала на территории Кыргызской Республики указано, что оно принято в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных. Правительством была установлена премия за добычу волков и шакалов из расчета за одну голову. В следующих размерах за волка и волчицу – 6 тысяч сомов, за волчонка – полторы тысячи сомов и за шакала – две тысячи сомов. И к другим новостям. Сегодня глава государства принял участие в церемонии принесения присяги новыми членами правительства. Присягу принесли в Джокуркукиниш руководитель аппарата правительства министр Самат Кылджеев, министр экономики Санчар Муканбетов, министр сельского хозяйства Аркенбек Чудуев, председатель ГКНБ Розбеку Пумбаев и председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев. Эти визиты имеют большое политическое и экономическое значение для Кыргызстана. Мероприятия способствовали росту авторитета Кыргызстана на международной арене. Еще раз продемонстрировали всему миру сплоченность, достоинство и патриотизм нашего народа. В организованное проведение этих мероприятий существенный вклад внесли и депутаты Джокуркукинеша. Пользуясь случаем, хочу выразить вам глубокую признательность. Взаимоотношения Индии и Кыргызстана перешли на новый уровень развития. В рамках официального визита премьер-министра Нарендра Мози были подписаны ряд документов в области инвестиций, военного сотрудничества, сельского хозяйства, информационных технологий и образования. О развитии кыргызско-индийских отношениях подробнее расскажет наш корреспондент. Величественная и высокоразвитая Индия теперь стала еще ближе по многим направлениям. Пока обе страны только начинают прощупывать рынок и возможные точки соприкосновения. Многие индийские предприниматели заинтересованы рынком Кыргызстана. И прошедший в рамках официального визита в Кыргызстан премьер-министра Нарендра Мози бизнес-форум наглядное тому подтверждение. Очень важно отметить, что двухсторонний мой визит в Кыргызстан начинается с этого бизнес-форума. Это показывает, что у нас общие приоритеты. Индия и Кыргызстан имели тесные культурные и экономические отношения в течение веков. Есть неограниченные возможности для расширения этого исторического партнерства в соответствии с вызовами времени. Президент Джеймбеков и я хотели бы видеть расширение кыргызско-индийских отношений в различных сферах. На сегодня товарооборот Индии с Кыргызстаном небольшой, всего 40 миллионов долларов. Однако увеличить эту сумму можно, ведь потенциал есть. Для этого надо усиление торгово-экономического сотрудничества, а также совместная реализация инфраструктурных и энергетических проектов, привлечение индийских компаний с передовыми технологиями в страну. Большой интерес индийцы проявляют к медицине в Кыргызстане и уже готовы инвестировать в эту отрасль. Большая корпорация в Индии, она на сегодняшний день подписала меморандум с национальным университетом, и они предполагают где-то 18 миллионов долларов инвестировать в этот проект. И в будущем в этом не останавливаться в эконом-медицинском факультете, будут открываться еще многие-многие направления, как это IT-технология, технические направления, и наши студенты будут еще практиковаться в большой стране, как Индия. Во время официальных встреч главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и подписали ряд двухсторонних документов. По итогам официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Кыргызстан подписан ряд документов. Двухсторонний инвестиционный договор между Кыргызской республикой и Индией. Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызской республикой и Индией на ближайшую перспективу. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Кыргызской республики и правительством Индии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Кыргызской республики и Министерством торговли промышленности Индии по законодательной метрологии. Меморандум о сотрудничестве между Советом безопасности Кыргызской республики и Советом безопасности Индии. Меморандум о взаимопонимании об установлении сотрудничества между Национальной гвардией по безопасности Индии и Национальной гвардией Вооружённых сил Кыргызской Республики. Меморандум о сотрудничестве между правительством Кыргызской Республики и правительством Индии в совместной научно-исследовательской работе по высокогорной биологии и медицине. И меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством здравоохранения Индии о сотрудничестве в области здравоохранения. Меморандум о взаимопонимании между Кыргызским национальным аграрным университетом имени Скрябина и Университетом садоводства и лесного хозяйства Пармар Индии. Из Индии приехали представители более 30 компаний. Отметим, что Индия сильна прежде всего в IT-сфере, фармакологии, образовании, легкой промышленности, сельском хозяйстве. В формате B2B предприниматели наших стран смогли обсудить дальнейшее сотрудничество. Бывший посол Великобритании в Кыргызстане Робин Орд Смит избран бизнес-омбудсменом республики. Члены наблюдательного совета, в который входят бизнес-ассоциации, а также по одному представителю от правительства и Европейского банка реконструкции и развития, избрали бизнес-омбудсменом бывшего посла. Также напомню, что на пост бизнес-омбудсмена претендовали пять кандидатов. И в положении темы мы пригласили предпринимателя и гражданского активиста Джо Марта Чиныстанова. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что приняли наше приглашение. Скажите, пожалуйста, насколько наша страна нуждается в институте бизнес-омбудсмена? Такой институт вообще-то нужен нам, так как цель бизнес-омбудсмена – это защита прав, свободы и законности предпринимателей. Надежда большая, я думаю, время покажет. А будет ли бизнес-омбудсмен независимым или нет? Финансирование, я как понимаю, это Европейский банк реконструкции и бизнеса, выделяет полтора миллиона долларов, я думаю, да. И здесь будет наблюдаться совет, который будет состоять из правительства, из ассоциаций бизнесменов, международных партнеров. Так что большая надежда, что будут независимы от государства. Почему, на ваш взгляд, избрали бизнес-омбудсмена, стал иностранным гражданем? Вадим, видимо, есть большой опыт, и я сам, прочитав его биографию, понял, что у него очень большой опыт и в политике, и в бизнесе. И международный у него опыт, я думаю, большой, так как он был послом многих стран. И надежда, что он сможет, то как бы большая. А с какими трудностями вообще в нашей стране чаще всего сталкиваются бизнесмены при реализации своего дела? Ну, как вы знаете, во-первых, это коррупция. Во-вторых, очень много органов, которые проверяют бизнес. И большинство этих органов, они думают, свою цель это как карательная. И приходя в бизнес, проверяя их, они штрафуют, и какие-то меры принимают против бизнеса. А должно быть наоборот, это должна быть защита. Если компания работает законно, и если платит налоги, надо, наоборот, им помогать. Консультировать, помогать, подсказывать. Если где-то у них ошибки есть, дать им время, возможность, чтобы он исправился, и давать консультации. Больше помощь должна быть, а не такая карательная органа. Вот только в этом случае. Ну и, соответственно, коррупция. Но их тоже можно понять. Приходят сотрудники, у которых заработная плата низкая. Им нужны какие-то шабашки, какие-то заработать. Тоже это понимают. Так что, я думаю, очень хорошо было бы, чтобы наше правительство посмотрело в эту сторону внимательнее. И помогло именно тем бизнесам, которые работают законно, платят налоги, работают открыто. Помочь им, во-первых, с одной стороны это помогать, и с другой стороны вытащить многих бизнесменов или бизнес-предпринимателей, которые в тени. Да, которые заезжают, это серые товары, да, или как можно сказать, мы в таможенном союзе, границы открыты. Сейчас Казахстан, а с Россией беспрепятственно заезжают товары. Да, и те бизнесы, которые работают законно, платят налоги, они первыми страдают. Ну и плюс еще контрабанда третьих стран, тоже Китай, ну и другие страны, например, Узбекистан. Сейчас границы открылись, очень много чего завозится оттуда, наши предприниматели страдают. Если так смотреть, крупные предприятия, это мукомольные, да, вот граница открыта, Казахстан рядом с нами, они сильные игроки. И, соответственно, никакой защиты от правительства нет, во-первых. Например, фабрики, которые выпускают яйца, куры, да, тоже страдают. Мы знаем, что есть большие предприятия в России, в Казахстане, которые и птицу нам предоставляют, и продукцию в виде яиц, да. И наши очень сильно страдают, и очень хорошо было бы, чтобы правительство чуть-чуть сделало уклон и посмотрело на бизнес. Почему? Потому что, во-первых, сейчас, если так посмотреть бюджет нашего государства, практически 80% пополняется бизнесом. Ну и плюс еще дает рабочие места, да, платят налоги. И развитие нашего Кыргызстана очень сильно зависит от наших предпринимателей, и нужно давать возможность. И приход, и открытие института бизнес-омбудсмена, это такая надежда, где будет как раз-таки защита не только наших бизнесменов, но еще и иностранных. Это дается возможность, благотоприятную атмосферу создаст и для иностранцев, и для инвестиций. Если посмотреть другие страны, даже вот наши соседи, вроде бы недавно поменялась власть, но какое развитие у них идет? Сколько они денег, инвестиций привлекли для своей страны? Какие они условия создали? И как они так быстро меняются? И они, правительство и бизнес, они тесно работают. У нас, к сожалению, можно так сказать, что у нас семья, дети без отца растут. Бизнес отделен, отец у нас как правительство, дети это как сирота, они сами по себе выживают, работают, пашут. Можно сказать, вот такая вот ситуация. Спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню зрителям, что у нас сегодня в гостях был предприниматель и гражданский активист Джо Март Чен Истанов. Ну а мы переходим к следующей теме. Теперь мы переходим ко второму блоку новостей. Индийские предприниматели готовы вкладывать в нашу экономику. Взаимоотношения Туркменистана и Кыргызстана вышли на новый уровень. Насколько соблюдаются права человека в Кыргызстане и как работает институт омбудсмена? Президент встретился с сотрудниками Общественной академии наук Китайской народной республики. Глава государства выразил глубокую признательность китайским ученым за то, что они провели тщательное расследование истории кыргызского народа в китайских архивных источниках и опубликовали их в виде сборника. В результате научных исследований в официальных китайских письменных источниках были найдены новые сведения, свидетельствующие о том, что история кыргызов уходит вглубь еще на 8 веков. Ва страны подчеркнул, что собранные материалы нужно широко распространить. Директор Центра евразийских исследований Исторического исследовательского института Общественная академия наук Китая профессор Ли Циньсю отметила, что издание книги об истории кыргызов стало возможным благодаря личной поддержке Сорунба Джейнбекова. Во время нашей первой встречи в 2018 году мы перед собой ставили несколько целей. Хотели выпустить книгу на основе этих материалов. А когда еще раз встретились с президентом Джейнбековым в Пекине, мы почувствовали поддержку с его стороны и были очень этому рады. Результаты нашей сегодняшней работы стали возможны благодаря кропотливому труду ученых двух государств при поддержке глав государств Кыргызстана и Китая. Но это только начало той большой работы, которую мы с вами начали. Каспийское море в ближайшем будущем станет площадкой для торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и прилегающими к морю регионами. Уже сегодня в столице начались обсуждения кыргызско-туркменского сотрудничества в различных отраслях. Потенциал партнерства двух стран есть, особенно в сельскохозяйственной, туристической и энергетической сфере. Подробнее в следующем сюжете. Тургменистан – страна самобытной культуры и развивающейся мощной экономикой, поддерживающая равноправное сотрудничество с государствами мира. Каспийское море – важный стратегический регион, обладающий экономическим, энергетическим и транспортным потенциалом. Поэтому наряду с другими прикаспийскими странами Тургменистан стремится к международному сотрудничеству. Республика обладает огромными нефтяными богатствами, строит современные заводы по переработке черного золота и отличается красивейшей мраморной столицей. Каспийское море для Тургменистана не только туристическая зона, но и диверсификация торговых отношений. На сегодняшний день Каспийский регион стремительно превращается в один из ключевых центров геополитических и геоэкономических процессов. Здесь сформируется мощный транспортно-транзитный узел глобального уровня, включающий морские, сухопутные и воздушные пути, а также перспективные энергетические маршруты. Приведение первого Каспийского экономического форума запланировано на 12 августа 2019 года в Национальном туристическом зоне АВАЗа. Создать торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные отношения с Тургменистаном готова и наша страна. Поэтому уже сегодня в столице представители двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в энергетике, строительстве Кыргызско-Тургменского торгового дома и сельскохозяйственной отрасли. Мы также планируем, что электронная торговая площадка, которую создает сейчас Кыргызский союз промышленников и предпринимателей, к нему подсоединятся наши тургменские партнеры. Мы уже об этом тоже в принципе обсудили. Я думаю, что это даст хорошую возможность, так как потенциал на самом деле достаточно большой. Пока крупных совместных проектов нет, а те, что есть, составляют 10 миллионов долларов. Однако бизнесмены как Тургменистана, так и нашей страны заинтересованы в налаживании и развитии торговых отношений. Один из них отметил некоторые трудности в получении визы. В основном это ограничение было связано с тем, что в Тургменистан либо очень сложно, либо нельзя получить визу. То есть, скажем так, де юре процесс расписан, он существует, но де-факто получить визу – это либо дорого, либо нельзя. Впрочем, трудности с получением визы, скорее всего, будут решены в скором времени, так как Тургменистан стремится к привлечению туристов в курортную зону Аваза, где 19 августа текущего года состоится первый международный Каспийский экономический форум. Масштабные мероприятия примут участие и деловые круги Кыргызстана. В летнее время основным источником загрязнения воздуха является автомобиль. Пассажиры и сами водители дышат загазованным воздухом. Чтобы защитить свое здоровье, рекомендуется ношение респираторных масок. Также водителям необходимо добровольно проводить внеплановый техосмотр автомашин и использовать качественный вид топлива. Сегодня наши люди привыкли много ездить, даже в улочную, проехать 200 метров. Но самый лучший способ сегодня – это просто отказаться на день от автомобиля, попробовать вообще обходить пешком и пользоваться транспортом, только когда это действительно необходимо. Министерство сельского хозяйства планирует открыть отдел по развитию экспорта каргызской продукции. По словам министра Эркенбека Чудуева, новое государственное предприятие в основном будет сотрудничать со странами Евразийского экономического союза. Также он сообщил, что темп роста производства сельхозпродукции по сравнению с прошлым годом составил более 100%. Основная продукция была произведена на 23 миллиарда сомов. Из них – самый большой показатель в Иссык-Кольской области. Экспорты за первый квартал показывают, что у нас прирост на 179,6%. Очень хороший показатель по экспорту растереводской продукции. Здесь на 225,6% было вывезено экспортированной продукцией на 5 миллиардов 965 тысяч сомов. По животноводству у нас есть пока проблемы, 56,8% показывают. По продукциям пищевой перерабатывательной промышленности у нас экспортировано на сумму 2 миллиарда 651 тысяч сомов. И к другим темам. Школы Кыргызстана станут более безопасными. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила заместитель министра образования Надира Джусупекова. На протяжении трех лет Министерством образования и науки разрабатывался проект по усилению безопасности в образовательной среде. Он рассматривался по нескольким параметрам – физическим, экологическим и психологическим. Далее – следующие материалы. Внутришкольные конфликты, некачественное питание, несоответствие условий, нормам сделали актуальными вопрос обеспечения безопасности в учебных заведениях. В связи с этим Министерство образования совместно с Международным фондом и экологическим движением разработало проект. Он рассмотрен в трех направлениях безопасности – это психологическое, физическое и экологическое. В последнее время многие аспекты доступности и качества образования связываются с понятием образовательной среды. Оно стало одним из центральных в педагогической науке, поскольку условия, в которых обучаются дети, оказывают не меньшее влияние на их результаты, чем различные внутренние факторы. Главное, чего должна добиться система образования Кыргызстана – это создание равных условий для получения образования для каждого ребенка в любом уголке нашей страны, для ребенка из семьи с любым уровнем достатка и разными возможностями здоровья. Основные нормы и механизмы создания безопасной образовательной среды прошла апробация в 11 пилотных школах по всему Кыргызстану. В частности, была проведена апробация механизмов безопасной закупки, энергоэффективности, озеленения территорий школ. К созданию современной программы был сделан комплексный подход, включая администрацию школ, родителей и местных органов власти. Такое тесное взаимодействие показывает положительные результаты. По словам представителей городского управления, уже в 26 школах функционируют медицинские кабинеты, а также беседа учеников с психологами. Именно в городских школах, в части обеспечения психологической безопасности, мэрия города имеет возможность, искала возможность включения в штат школ и психологов, и социальных педагогов. Есть у нас и дефектологи, и логопеды. Это для бюджета, возможно, и обременительно, но тем не менее, руководство города понимает, что это необходимые условия и более 500 дополнительных штатных единиц. Учитывая возможность природных и техногенных бедствий, а также уязвимость строительных систем, образовательных учреждений, обеспечение их безопасности становится для страны главной задачей. Что в этом плане означает этот проект, с моей точки зрения? Да просто это в действительности очень важный необходимый этап, а что дальше? А дальше, вот сейчас мы обеспечиваем, чтобы не было источников загрязнения, источников опасности, это материальная часть. А что это устойчивое развитие дальше? А дальше это позиционирование себя в мире, это обеспечение баланса человека и окружающего мира. Это не пустые слова, для этого что нужно? Продолжать в том же духе безопасность, только уже по большому счету. Для обеспечения современной безопасной образовательной среды были внесены изменения в ряд нормативных и правовых актов. Благодаря принятым требованиям появится возможность объективно оценивать состояние школ и вести работу по созданию более безопасного и комфортного обучения во всех школах. А тем временем вопрос правовой грамотности остается всегда актуальным. Контроль за соблюдением прав и свобод граждан осуществляет аппарат омбудсмена. О том, сколько обращений было за прошлый год и как оценивают деятельность омбудсмена в нашем следующем сюжете. Эмиль Бакиров работает на этом месте больше 10 лет. Он изготавливает ключи на заказ. Эта работа позволяет ему прокормить семью. На другую, более высокооплачиваемую работу ему устроиться не удалось. Более 20 лет он жил без паспорта. По поводу получения паспорта я обращался в паспортный стол, но так как у меня нет постоянной прописки, мне отказали в выдаче. Из-за отсутствия паспорта не мог устроиться на работу. Были трудности с обращением в медицинские учреждения. Оказывается, получить паспорт было возможно, но я не знал как. Только недавно Эмиль узнал от своих знакомых об аппарате омбудсмена, где ему помогли с решением его проблемы. Я обратился с заявлением в аппарат омбудсмена. Они направили нужные документы в соответствующие органы. В итоге я получил паспорт через два месяца после обращения. Подобные заявления поступают в аппарат омбудсмена в большом количестве. Специалисты института отмечают, что они прилагают все усилия, чтобы за короткие сроки решить их. Это тот случай того, как очень часто граждане, обратившись в какие-то государственные учреждения, не могут получить информацию. Из-за этого происходит так, что человек лишается простой возможности иметь на руках паспорт, работать. Многие не могут устроить детей в школу или детский сад. Мы обязаны помочь всем, кто обращается к нам. Незнание своих прав приводит к тому, что, оказавшись в тяжелой ситуации, человек не знает, что делать и куда обращаться. За прошлый год в институт омбудсмена поступило больше 10 тысяч обращений. Это, в свою очередь, показывает, что вопрос правовой безграмотности в стране остается острым. В институт омбудсмена за прошлый год поступило более 3 тысяч заявлений. Помимо этого, было более 6 тысяч устных обращений. В общей сложности более 11 тысяч граждан оказана помощь в виде консультации. Также рассмотрены заявления. Аппарат омбудсмена играет значимую роль в защите прав человека. Однако в Кыргызстане данный институт пока еще не показал должных результатов, считают политологи. Институт Ак-Икат-Чи ограничивается решением мелких проблем. Дело в том, что институт омбудсмена – это новый институт в нашей стране. И там должна быть сильная личность, которая может и знает, каким образом в рамках закона добиваться прав человека, исполнения прав человека. На сегодняшний день права человека, никто в стране не уверен, что его права могут быть не нарушены. Кыргызстан – развивающаяся страна, а права человека – основополагающий фундамент строительства правового государства, в котором есть место демократии и свободе слова. Джазгуля Таева, Денис Курганов, Пятый канал. Ну а сейчас мы передаем слово нашему политическому обозревателю Нарыну Айпу. Добрый вечер. Что у вас сегодня интересного? Узерпация власти. Комиссия закончила свою работу, передала в парламент. И парламент, возможно, завтра даже рассмотрит этот вопрос. Желаю вам удачного эфира. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Все материалы доступны также в интернете. Спасибо за внимание и до свидания. Эфир Катого канала продолжит прогноз погоды, а также программа о главном. До новых встреч. Приятного продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok